Куба, Керима, Куба! Ну что, мы покупались, вода, она... Когда заходишь сначала холодная, потому что тут жарко, а вода такая, ну, градусов, может, 15. Она примерно такая, как у нас летом на Абзерах, поэтому для нас она комфортна для купания. Для местных, конечно, нет, потому что они приходят так много, о, очень холодная, ну, я там снимал, вы увидите. Как я обещал, сейчас вам покажу обзорную площадку, водопад классный, вот, однозначно, не жалко времени. Я, например, больше гораздо люблю природные достопримечательности, таких как водопады, горы, леса, там, болота и так далее. Они, ну, они интересны. У них свой колорит. Город, старые города, здания, это немножко другое. И сейчас мы с вами вот на обзорную площадку идем. Тут уже Леша фотографирует во всей красе. Вау, круто. Я хочу вот тоже вот на ту, на ту речку, смотрите. Круто, да? Вот такой танцы. Там ее есть еще. Она действующая, да? Действующая. Запыхался? А ты говоришь, комаров нету. Есть. Это большое озеро, это водохранилище. Там есть гидроэлектростанция, построенная еще Советским Союзом. И она до сих пор функционирует и работает. Все, спускаемся вниз уже. Обзорную площадку я вам показал. Вниз идти гораздо легче, чем подниматься вверх. А где наш водитель? Он там, у него своя дорога, да? Через джунгли. Водитель исчез. Видите, какие корни? Они глубоко под землю уходят, поэтому никакие дожди не могут эти пальмы отсюда вымыть. Ну, а мы спускаемся дальше к водопаду. Ребята, смотрите, какая мусорка интересная. Я думал, это шутка такая. Это, на самом деле, мусорка из листьев пальмы делают. И вот мусор выбросили. Чтобы вы понимали, какие здесь ступеньки и какой спуск. И вот он опять, наш водопад. Красавец. Мы вышли обратно к нашей машине. Здесь есть парочку ресторанов, кафе, где можно перекусить. Видимо, ребята нас здесь ждут. Здесь же можно купить кофе. Арабика, сильной обжарки. Леша занимается кофе как раз-таки. Он попросил, чтобы вам принесли кофе. Он хочет здесь купить. Ну, и вот он говорит, что ты сильно обжаренный, хочет более легкий. Сейчас вам покажу. Кофе. Вот, Алексей. Это сильный пережаренный, да? Это очень темная обжарка. У него прям такая явная горечь. Горький, да? Да, его надо с сахаром только пить, иначе... Слишком горький, да? Да, да, он очень горький. А у него есть какая-то другая обжарка? Или он сголкнул? Вот он сказал, что да, сейчас принесет среднюю обжарку. Потому что здесь, видишь, прям вот этого не должно быть. Это не мусор, это прям смола. Знаешь, как дерево, когда сгорает, то же самое. То есть, на самом деле, не очень хорошо. Вот так вот кофе у них хранят. Жарят они его прямо на сковородке в Казани. Сейчас Леша скажет, насколько хорош этот кофе. Ну, я уже вижу, что он тоже пережарен. А где же морковь? Там тоже много мусора, да? Смолы. Не мусора. Ну, смолы сгоревшие, да? Да. Там же там морковь. Он не живет прямо на Силуне. А, он... Смотрите, вот два вида кофе. Это первое, которое тут даже меньше, видно, что оно меньше обжарено. Так он жарит его в Казани, поэтому оно, конечно, такое. А это еще более пережаренное. То есть, оно будет еще более горькое. Его только, как Леша говорит, с сахаром. Видите, разницу? Это более светлые зерна, а эти более темные. Вот он сделал кофе с этого зерна. Леша уже добавил туда три чашки, три ложки сахара. И оно очень горькое такое, ну, очень специфический вкус на любителя. Я не знаю, такой очень-очень и очень пережаренный. Все, мы отправляемся дальше. Здесь мы посетили все, что хотели. Наш водитель проверяет после аварии нашей целостность колес и всего остального. Смотрите, машина с 1948 года, а на ней только пару пауков. То есть, она не ржавеет, я так понимаю, да? Буквально километр мы проехали, остановились. Мы будем здесь кушать. Здесь деревушка небольшая. Я так понимаю, что здесь немножечко дешевле все это, потому что там прямо возле водопада цены выше. Вот оно, то место. Пола Даржи. Джазьегор. Интересное название. Примерно пять скук нам говорили, что будет здесь покушать. Сейчас посмотрим. Чучело барана. Здесь тоже ферма. Только такая более оккультуренная по сравнению с тем, что мы видели. Смотрите, это печка. Большая, а длинная, да? И здесь шведский стол. Они оставляют тарелки с едой, вы сами подходите, берете, что хотите. Печка теплая, как в деревне. Только за что платишь? Ну, в смысле, ты пойдешь, сколько хочешь. И потом... Вот суп. Короче, как дома. Пришел, наложил, покушал, ушел. Хозяйка. Здесь сразу же пчелы, видите? Мед свой. Попугаи, которые разговаривают. Смотрите. Красота какая. Выдра. Смотрите, они вместе с кроликом живут в одной клетке. Два друга. Интересный такой у них. Потому что, я не знаю, как они с ним. Санка. Санка. Еще у них свинья. Ребята, смотрите. Это анис. Это, если кто знает в Турции, анисовую водку, я так понимаю, делают. Вот именно с чего-то такого похожего. Вот это вот рядышком папайя растет. Она прямо здесь. Вот она. Вот это папайя. Я не видел, как она растет. Ну, а тут, конечно, деревья бананов. Еще у них. У них здесь все сразу же свое. И ему, видите, наш хозяин. Скромный какой. Все, забрал. И все, и задницей к нам. Видите, как он живет? С задом, да. Короче, у них, видите, все очень удобно расположено. Еда находится на дереве. По дереву стукнул. Фрукт упал. Животное покормил. Ну, и ты в кадр хочешь. Ну, не надо мой микрофон грызть. А это, видите, сахарный тростник. Его сейчас как раз убирают. Вот из этого делают сахар. Ребята себе набрали еды. Сейчас будут кушать. Приятного аппетита вам. Спасибо большое. Ты тоже решил попробовать рискнуть. Поесть. Давай, Леша, окубинивайся. Леша тут выбирает непонятно что. А это авокадо. Нам принес. Показать. Леша, решил проверить, что такое острое по-кубински. Взял вот тут штуку непонятную. Ну, как? Это острое. Когда ты закрыл глаза, мы все поняли. Подожди, ты плакать будешь? Запивай, главное. Попробуй, что такое по-кубински. Это правда острое. А ты так от души, да, положил? Полюс, я по. Леша, ну ты даешь. Леша вроде жив. Все нормально. Нам принесли банановые чипсы. Леша такой, взял, говорит, как будто бы банановые чипсы съел. Шутик. Прощаемся с ребятами. Вот оно кофе. Необжаренное. Вон еще пленочка. Вот то кофе, которое мы с вами пьем. Вот как оно растет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...